Здравствуйте! Это наша вторая беседа с Виктором Григорьевичем Катюсчиком. Послушаем мнение альтернативного ученого, который не в рамках официальной науки мыслит. Здравствуйте! Я мыслю в рамках научного метода и считаю, что мои взгляды соответствуют официальной науке, той науке, которая должна быть. А вот все отклонения от логики, от научного метода – это, так сказать, временные трудности, временные отклонения, которые нашу науку преследуют. У нас произошло временное. А как давно они случились, отклонения? Когда еще наука шла по правильному руслу? Ну, в XIX век она шла по правильному руслу. А со времен, когда силовыми методами внедрили теорию относительности, вот тогда пришлось маленько над наукой подозреваться. Вот с этого момента, да? Да. И причем по всем странам это по-разному осуществлялось. У нас же образовательный контент по физике в разных учебниках в разных странах изложен по-разному. Например, то же преподавание формулы тяготения в финских учебниках идет со знаком минус. Он стоит непосредственно перед формулой. Это написано в учебниках. Это, видимо, речь идет о векторе, да? Нет, там в невекторном виде это идет. Там просто показана формула тяготения сразу с минусом. Там с минусом очень интересная ситуация с этой формулой. Как бы отталкивать. Сейчас, я еще один вопрос. А вот уравнение Максвелла это еще было правильно или уже неправильно? Я разбор по этому не давал. Попрошу туда пока меня не направлять. Как раз теория относительности, вот эта специальная теория относительности, она появилась в тот момент, когда потребовалось, ну, как бы это сказать-то, привести в соответствие с жизнью вот эти вот уравнения Максвелла. И вот, значит, тут и потребовалось то, что в разных системах отсчета скорость мультформагнитных колебаний одна и та же. Вот. И так вот дальше и пошло. Оказалось, что этим преобразованием удовлетворяет только одно из разновидностей преобразования Лоренца. Ну, вот и пошло-пошло-поехо. Ну, вот преобразование Лоренца это полное нарушение логики. Это просто подтасовка, ничего более. Ага, понятно, понятно. Ну, это, в принципе, по этому материалу много статей написано, где это говорили. Значит, в разных системах скорость света разная, да? Со скоростью света у нас ситуация такая. Единственное, возможный, теоретически возможный вариант, что у нас скорость света постоянно только в одной системе отчета. Это система отчета, связанная со средним вектором перемещения масс. Что имеется в виду? Средний вектор перемещения масс. Да вообще всех масс во Вселенной, да? Да, ну, что имеется в виду? Вот если мы из какой-то точки во Вселенной начнем отчеркивать разные стороны лучом все направления, да, мы создадим такую фигуру объемную типа сферы, которая будет состоять из разряженных тел, ну, разнесенных в пространстве тел. И у этого совокупного объекта будет некая средняя скорость. Практически он будет покоиться, да, в относительно какой-то системе. Так вот, относительно этой системы отчета... Системы центра массы Вселенной, да? Так я понял. Это будет... С центра массы Вселенной будут какие-то небольшие отклонения у этой системы, потому что у нас все равно в рамках системы, в рамках Вселенной движение есть и на уровне галактик, и на уровне скопления галактик. Ну, а центр массы-то неподвижен? Ну, все равно строго говорить мы не можем за всю Вселенную. У нас какая-то часть, выделенная область Вселенной, все равно будет иметь какое-то небольшое смещение движения... В какой же системе-то скорость света постоянно? В какой же именно? Средний вектор перемещения массы. Ну, приближенно берем какую-то макрообласть. Средний вектор перемещения массы. Перемещение за какое время? Ну, это уже деталь, это можно уточнить, можно просто взять и написать. Нет, ну, вы скажете, перемещение. У этих масс есть у каждой своя скорость. И вот средний вектор перемещения массы. Вот, представьте. Как вот массы там килограммы, массы 2 килограмма. Это вот только берем перемещение, и все, на массу не умножаем, умножаем. Вот умножаем. Вот представьте бильярдный стол, вы разбили шары. И вот в каждую секунду есть какой-то средний вектор перемещения масс. Правильно? А что такое средний вектор перемещения массы? Я не понял этого. Ну, вот у вас одна масса, допустим, просто давайте... Масса шара. Так, масса шара. Масса всех планет, масса всех объектов. Они направлены в разные стороны. Масса одного шара. Хорошо. Средний вектор перемещения этого шара, это что значит? Ну, у него есть скорость какая-то. А, понятно, она, кстати, перемещается, она, кстати, меняется во времени. За какое время перемещение? Вот, вот сказать, средний вектор перемещения масс. Значит, перемещение за какое время? Смысл в чем? У вас все объекты, вот допустим, два шарика возьмем по одному килограмму. Направим их в разные стороны, с одной скоростью, из одной точки. И вот центр масс, их будет находиться в покое. Так, центр масс, да. Вы сказали про средний вектор перемещения. Что такое вектор перемещения? Ну, он как раз относится... Он может находиться в покое, а может двигаться, правильно? Вот об этом и речь идет. Средний вектор перемещения за какое время? Вы сказали, не средняя скорость, не центр масс. Борис Сергеевич, не за какое-то время, а в настоящий момент. Вот у нас скорость движения совокупная для всех объектов, она для какого-то момента, она константа в данный момент времени. В следующий момент она будет изменена, но она тоже будет иметь константа. Я имел в любых витах. Сейчас, 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 сейчас. Какой момент? Вы можете, что скорость постоянно, да? Вот у любого объекта моментальная скорость, она постоянно. Это инженерный такой момент, вы можете не сталкиваться. Не говоря, моментальная скорость-то, что значит, постоянно? А если тело движется с ускорением, у него в этот момент есть и ускорение тоже? Ускорение есть, но когда вы фиксируете скорость, она конкретно в данный момент, это константа. Хорошо. Каждую секунду времени она своя. Когда говорим про перемещение, надо же ускорение учитывать. Оно учитывается в общей динамике, но когда вы берете моментальную скорость, она потому и имеет название «мо-ментальная». Так, я бы это у вас спросил про время. Вы сказали, средний вектор перемещения. Перемещение – это метры. Скорость – это метр в секунду. На какие секунды вы умножаете эту скорость, чтобы получить перемещение? И вот это объясните мне, я пойдем. Мы просто берем центр масс этой системы, и там, где он покоится, мы связываемся с этим центром масс. Вот и все. Вы берете центр масс чего? Вселенной? Выделенные части расчетные. Можете взять Вселенную. Вам удобно будет. Выделенные части Вселенной. Взяли центр масс. Так, и центр масс вы все-таки взяли. Не средний вектор перемещения масс. Вы взяли центр масс. И дальше что с этим центром масс делаем? Это, по сути, одно и то же. Потому что у вас есть совокупность объектов, которые как-то движутся и куда-то совокупно движутся. У них есть общий вектор движения, да? Он связан с центром масс. Вектор движения – это скорость? Вам что непонятное? Я понять не могу. Нет, нет, вектор движения – это скорость. Я на двух шариках вам объяснил, давайте на трех объясню, на четырех, на пяти, дойдем до семь. Нет, нет, вектор движения – это скорость, в большом размере, я понял. Это перемещение. То есть это метры, да? Это перемещение. За какое время? В системе перемещения, в системе отчета. За какое время? За какое время перемещение? Давайте для вас просто возьмем центр масс, вам так лёгше будет. Нет, ну вот я не понял. Ну хорошо, центр масс, перемещение. Вы хотите просто заболтать тему в какую-то часть? Я не хочу заболтать тему. А вы за этим занимаетесь? Среднее перемещение. Вы этим занимаетесь. За какое время перемещение? Он говорит, вы хотите заболтать. Я не уточнял время перемещения. Когда уточню, тогда мы это обсудим. Хорошо. Ну вот именно уточните, пожалуйста, время перемещения. За какое время перемещения этот центр масс перемещает? Когда я уточню время перемещения, мы с этим займемся. А сейчас не заболтывайте, пожалуйста. Там же скорость есть. Я не понял, а чем заняться-то? Вы уже вопрос-то решили с перемещением. А тут надо, оказывается, вот... Вы тралите или специально исполняете деструктив? Да я не травлю, просто я хочу понять. Тралите, троллите, троллите. Перемещение, размерность, какая перемещение? Размерность перемещения какая? Метры или что? Или метр в секунду? Как угодно. Давайте метры для вас сделаем, чтобы вам было проще, чтобы вы на время не отвлекались. Кила движутся с некими скоростями, причем с переменными. Это мгновенные скорости у них какая-то. В системе отчета, если у вас система отчета уже связана с центром масс, у вас в рамках этой системы ничего не движется. Вам просто по-русски сказали, что вам надо взять систему отчета, связанную с центром масс. Вот вы взяли два шара, они поехали в разные стороны. Так разве относительно их центра масс они не движутся, они же движутся, они от него удаляются. Нас не интересует в данном случае движение шаров. Нам интересует средний вектор для них. А он нас, поскольку центр масс... Средний вектор чего? Скорости перемещения? Перемещение центра масс. У нас покоится относительно... Так все-таки перемещение центра масс, а не средний вектор перемещения масс. Вот это одно и то же. Средний вектор перемещения масс. Продолжайте. То есть вы говорите про... Вы чем занимались последние несколько минут? Ну вы как-то удовлетворяли какие? Ваше любопытство или что? Не, ну надо к физике пройти, перемещение, вы говорите про скорость, то про метры, то про метры, то про скорость, которая мгновенная какая-то. Давайте я не буду тогда говорить там где-то термины, чтобы вас не отвлекать. Так не знаю, вы меня не отвлекаете, без терминов нам не трудно. Давайте продолжим дальше. Есть средний вектор перемещения масс во Вселенной. Вот этого я не понимаю. За какое время перемещение? Есть средний вектор перемещения масс, который вы не понимаете. За какое время? Я не понимаю, за какое время это есть вектор перемещения. Ладно, давайте для вас центр масс обозначим. Сразу привяжем эту систему. Координатор центра масс, да? Мы привязали систему уже к центру масс Вселенной. Центру масс Вселенной, понятно. Относительно спокоящего центра масс. Ладно, ладно. Система отчета связана с центром масс. Вот относительно этого показателя, этой точки отчета, этой системы отчета, у нас скорость света постоянна. В других системах отчета скорость не может быть постоянна. Она другая, да? Чем это диктуется? Вот у нас есть совокупность всей вещественной материи во Вселенной, частиц. Все частицы находятся в обращении друг от друга. В обращении? Они представляют... В обращении? Ну, у нас частицы колеблются, совершают планетарное движение в рамках планетарной системы. Все частицы? Да, вот каждая частица, ее можно рассматривать... Тот протон, который в космических лучах прилетает к Земле, он колеблется, что ли, вокруг чего-то? Конечно. А вокруг чего он колеблется? Вокруг... Вот планетарная система, представляете, диполь, представляете? Вот любая частица... Вот это и есть диполь в упрощенном понимании. Диполь, вот это протон, это диполь? Любая частица диполь. И протон тоже диполь, да? Тоже диполь. Внутреннее остроение... А у него есть плюс, есть минус у протона? Я вот не понимаю немножко. Давайте сразу не обо всем, я пока вам расскажу постепенно, а потом... Простите, пожалуйста. Общую картинку. Общую картиночку. Он должен понять просто, протон это диполь. Значит, у него есть положительный и есть отрицательный заряд у протона, да? Вы сейчас говорите про электрические заряды. Или он все-таки электрически заряжен? Вы говорите про электрические заряды? Да, про протон я говорю, да. Вот, вот, вы говорите про электрические заряды. Да, а вы про какие? Диполь, понятие более широкое, оно может, например, про гравитационные заряды иметь место. То есть есть гравитационные отрицательные заряды, да, гравитационные? Нет, 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 нет. Нет, я вам объясняю схему, что это любая частица, это планетарное движение. Иное теоретически невозможно. Никаких скорлупок у частиц нет. Никаких цельнокаменных частиц. Протон движется, который прилетел из космоса. Планетарное движение это вокруг чего там? Давайте по порядку. Я докончу мысль. Докончу мысль, а потом вы будете ее постигать. Я просто, что кончать, если мы не можем ее никак начать? Планетарная модель протона. Какая планетарная модель протона? У любой, вот любая частица какая есть. Протон мы взяли, протон. Хоть протон, хоть не протон. Я говорю вам фундаментально. Любая частица, она состоит из составных частей. Их может быть... Протон из чего состоит? Из кварков трех, нет? Я не вдаюсь в это, диподробности. Я вам объясняю принцип. Вас интересует протон. Из каких частей состоит, пока неизвестно, да? Вы занимаетесь вводом в детали, в сторону. Я вам дайте проблежку. Я не в детали, в сторону. Я хочу просто понять, есть ли протоны, это диполь, который движется вокруг чего-то. На самом деле... Стой, не вокруг чего-то. Диполь не движется вокруг чего-то. Диполь обращается вокруг своего центра. Отыграли назад. Так, дальше. Кто отыграл? Это вы где-то чем-то занимаетесь и пытаетесь что-то наковыряться. Да я просто хочу понять, как это не будет. Давайте доканчивать мысль, переходить на второй вопрос. У вас есть там по протону? Поставили галочку. Отыграли назад. Мы не отыграли. Это вы можете что-то там путать, а я никуда не отыгрываю. Я говорю конкретно. Я тебе сказал... А что сказали? Повторите еще раз. Я сказал вам то, что вы меня перебили, да, в том моменте. Повторите еще раз. Я продолжу свою мысль сначала. Давайте сначала, давайте. Все частицы, какие бы они там ни были, все атомы, это планетарная система. Иное строение невозможно. Все частицы, какие бы они ни были, это планетарная система. Да. Ну вот, например, атом водорода. Вот была такая планетарная модель атома Резерфорда и планетарная модель атома Бора. Но она была плоха тем, что в ней ускоренно двигался электрон, а электрон, ускоренно двигаясь, он должен излучать электромагнитные волны и терять свою энергию. И достаточно быстро ее потерять и упасть на атомное ядро. А он не падает. То есть тут как-то вот планетарная модель, она в явном противоречии с фактами находилась. Есть ли про планетарную модель атома водорода? Вот про планетарную модель протона я не слышал, просто я поэтому и хотел его от вас узнать. А вот про планетарную модель атома водорода мы в школе еще проходили. У вас есть соображения на этот счет? Ну, насчет, что что-то у вас не сходится. А я вам говорю, что несмотря на все ваши соображения, там где-то кто-то не смог сосредоточиться. То есть кто-то, который лежит в атоме водорода вокруг ядра, он не излучает? Как и положено, да? Вы можете мне дать досказать, а потом задать вопрос? Он излучает или не излучает? То есть если он не излучает, значит и теория Максвелла неправильная. Потому что из уравнения Максвелла следует, что если заряд движется ускоренно, а заряд, вращающийся по орбите, движется ускоренно, он должен излучать электромагнитные волны, терять энергию. Если он не излучает, значит, тогда и уравнения Максвелла неверны. Вы можете делать какие угодно выводы, заниматься мысльстроением. Для вас физика – это посторонняя вещь. Продолжайте, пожалуйста. Вы сейчас что сказали? Что для меня физика – это посторонняя вещь? Ну да, потому что эти аргументы физические, они вас не интересуют, что там с электроном, он планетарный и все. Ну ладно, значит, уравнения Максвелла уже неправильные. То есть физика развивалась правильным путем только до уравнения Максвелла. Максвелл уже все исказил. Ясно? Понимаете, в чем дело? Я показал на конкретных фактах, что неправильно, где неправильно, как неправильно. Я это писал научным языком, опубликовал в рецензируемом журнале. А в каком журнале? Вы же в прошлый раз сказали, что читали мою статью. Но я читал в... Ну, вот там внизу написано и вверху написано. Где она, где опубликована? Вы... Да, а, понятно. Вчера была хорошая статья, сегодня плохая. Понятно. Нет, нет, нет. Я читал в какую-то статью. Я не понял, в каком журнале она была. Да, ясно. Так, вы пытаетесь просто заболтать все. И вывести в сторону. Да не пытаюсь сейчас заболтать, я пытаюсь выяснить, где так и продолжать. Выяснить детальки. Мы детальки будем в рамках отдельной темы. Предлагаю такой регламент. Такой темы. Про планетарную модель протона? Вот, я продолжаю мысль. Я пытаюсь объяснить про постоянство скорости света. Если вы, пока я объясняю постоянство скорости света, в какой системе, будете 148 вопросов задавать, перебивать и так далее, я никогда не смогу рассказать. А это было бы, наверное, интересно и вашим подписчикам, и моим. Слушаем мы вас. Чем же постоянно? Тогда, пожалуйста, выдохните насчет резервфорда и так далее. Но, понимаете, очень важный вопрос в постоянство скорости света. У вас мысли очень важны в голове. Мы ценим важность ваших важных мыслей. Давайте я закончу ту мысль. Она тоже, может, немножко важна. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Так вот, все частицы, какие бы они ни были, они имеют планетарное строение. Внутреннее планетарное строение. По-другому неважно. Если это нечестно для вашего доказательства, то не совсем понятно, что вокруг чего внутри протона движется. Планетарное строение. Со временем развития науки постепенно, Ландау, ну, тут Тимоша нервничает. У вас тоже кошки вынашли? Да. И у вас коты, и у меня коты. Вот кот Ландау пришел, загородил камеру одну. Кот Ландау, куда ты лезешь? Со временем наука узнает подробно, из чего состоит эта планетарная система. Детали. Это путь развития туда. Но то, что планетарная система, это однозначно. Потому что без внутреннего равновесия, существования, никакой частицы невозможно. Все частицы возможны только на силовом равновесии по отношению друг к другу. Как говорил Ленин, электрон не исчерпаем. То есть электрон, у него планетарное строение, у того, из чего он состоит, планетарное строение, у того, из чего состоят те частицы планетарного строения. Понял? Вот. И в рамках модели мы можем это все себе представить как диполи. Поскольку любое планетарное строение, оно представляет из себя что? Внутренние связи более сильные, внешняя связь слабая. На нее уходит остаток. Главное не прыгать с вопроса на вопрос. И вот есть у нас, любая вещественная материя представляет из себя совокупность диполи в общем понимании. Эти диполи, они не могут в общем понимании, в общем, в общенаучном понимании. Вот вся материя вещественная представляет из себя совокупность диполей. И это вам должны были преподавать в рамках физики. И нейтрино диполь? И нейтрино диполь. Про нейтрино мы отдельно поговорим. А, ну то есть его вы из состава всей материи исключаете? Я сейчас разговариваю не про нейтрино, дайте мне договорить. Ну, вещественная материя, она вроде вещественная. Так. Вот. И это происходит такое обращение. Это обращение не может быть рассогласованным. Вот обращение силовых единиц в рамках вещественной материи, оно не может быть рассогласованным. Иначе на это будет тратиться энергия постоянная. Так вот эти вот все диполи, объединяющие вещественную материю, они находятся в согласованном движении, в согласованном обращении. Это создает, в свою очередь, перемещение такое мелкочастотное базового поля совокупного, которое мы видим в своих проявлениях. Сейчас я сейчас спрашиваю, что такое базовое поле, это что, электрическое поле? Базовое гравитационное поле. Ага. В современном бытующей науке бытует такое заблуждение, что базовое гравитационное поле либо отсутствует, потому что они рассматривают просто взаимодействие земля-яблоко или там земля-солнце, и упускают из обращения весь комплекс взаимодействия. Но в то же время, когда яблоко падает на землю, оно находится не только в тяготении земли, но и в тяготении солнца. Это поля конкретные. И остальные поля других систем, они тоже распространяются на это, это накладывается, это совокупное гравитационное поле. Вот поскольку для вас это новость такая необычная. Нет, но это еще было до Максвелла, до 19 века, это еще 18 век. Хорошо. И там так считалось, что яблоко очень близко к земле находится, поэтому ускорение свободного падения яблока на землю гораздо больше, чем ускорение свободного падения яблока на солнце или даже на луну. Поэтому яблоко на землю и падает. Солнце, конечно, влияет на него, но очень слабо, говорит, расстояние большое. Потому что вот этот закон всемирного тяготения Ньютона, который, я так полагаю, вы не оспариваете, потому что он до 19 века появился. Значит, там произведение масс делить на квадрат расстояния между ними. Там такая вещь. Ну, с Ньютоном проблемы. Там не верна версия Ньютона по тяготению, а верна версия Ломоносова. Это совершенно отличная. Ломоносова была, чтобы я знал. Ломоносов отрицал версию Ньютона. Есть письмо Элеру, где он высмеивает эту Ньютоновскую версию. И говорит, что верна версия приталкивания. Это когда все тел... Приталкивание. Это когда все... Ну, тикотение происходит от толчка. Толкание. Толчок. Это когда все тела во Вселенной друг от друга отталкиваются. Происходит такое распределение масс во Вселенной. И происходит частное совокупное приталкивание того же яблока на Землю. Можно спросить. Вот, значит, яблоко с Земля отталкивает, получается? Да. Ну, значительно меньше. отталкивает? Давление от комплекса удаленных объектов. Совокупного градационного объекта. А вот комплекс удаленных объектов. Вот, например, Солнце, оно очень близкое и очень массивное. То есть, оно сильнее действует, чем яблоко, чем земля на яблоко, да? Понимаете, в чем дело? Вы сейчас находите в состоянии лютого удивления. Нет, нет, я хочу просто понять. Значит, Солнце отталкивает Землю, да? Вы находитесь в состоянии лютого удивления. Для того, чтобы вас поспаковать... Нет, нет, просто мне ответьте, Солнце отталкивает Землю, чтобы я понял. Дошло. Чтобы вы поняли, есть только один способ. это взять, привести все теленские тела к откалиброванной взвеси, то есть, перейти в математическую модель, где все тела представляют из себя калиброванную взвесь одной массы. Так, я понял все. Вот смотрите, все-таки сила отталкивания между Землей и Солнцем, она, как бы ее можно было бы сформулировать, пропорционально произведению массы обратно пропорционально расстоянию или нет? Вот именно этому посвящена моя работа научная. Я подробно все описал. Ну вот как формулу можно изложить так вот сейчас? Вот формулка такая, что в результате все все равно приходит к нашей общеизвестной ньютоновской формуле. И сила отталкивания между Землей и Солнцем как-то можно посчитать? Отдельно частную их две силы. Одна отталкивает Землю от Солнца, а вторая приталкивает Землю к Солнцу. А какая сила отталкивает отталкивания? От внешнего контура, от комплекса удаленных объектов. Она приталкивает Землю к Солнцу, это сила больше. А поскольку две силы, обе они единицы на Р-квадрат, то результирующая сила тоже единица на Р-квадрат. И мы это визуально никак не можем замечать. Но вот оно в педалке. То есть если там где-то далеко-далеко вот эти вот объекты начнут друг от друга удаляться, ну например Альфа-Центавра она где-то тут одна из ближайших нам звезд. Она перемещается. И значит это должно влиять на параметры орбиты Земли? Вот все вселенские процессы влияют на все параметры. Ближе всего раз они обратно профессионально квадрату ближе всего нас Альфа-Центавра находится. И она должна нас если мы в сторону Альфа-Центавры находятся наши орбиты она будет вытягиваться то есть наоборот приплющиваться а в другую сторону вытягиваться у вас у вас у вас представление маленько извиняюсь за выражение да да некорректно некорректно дело в чем сейчас объясню ситуацию дело в чем поскольку на мыслительном уровне много поколений ученых просто по умолчанию выбрасывали эти все взаимодействия внешних тел вы о них за свою карьеру я так понимаю первый раз слышите то естественно никакого навыка по работе с этими материалами нет а смысл заключается в следующем что тела в космосе в дальнем ближнем они могут быть расположены хаотично либо в рамках силового равновесия так вот силовое равновесие получается только по одной версии по ломоносовской а по ньютоновской у нас происходит моментальный обвал схлопывания системы в один большой коллапс и обрушение тела падает на другое мешает схлопнуться как раз движение потому что есть закон сохранения момента импульса по ньютону и вот значит они не падают никак на горшку потому что очень много очень много это самое отталкивание ну как очень очень много десятилетий очень много десятилетий наивные ученые именно так и думали а потом появился кто-то нудный и такой подробный решил это посчитать как оно на самом деле обстоит вас очевидно поддержал рецензент вашей статьи он из какого был институт неизвестно вот так вот я закончу мысль пожалуйста ну понятно да заканчивайте ну вот а потом про рецензента скажете да хорошо так вот равновесие невозможно на силах притяжения в принципе ни одна планетарная система на силах притяжения двигаться не может она обваливается но тем не менее классическая механика утверждает противоположное вот но она не рассчитывает это равновесие она пропускает его засток она говорит механика говорит так что при в системе где между телами действуют только силы обратно профессиональным квадрату расстояние статическое равновесие невозможно а вот в движении она может сохранять как раз в раке если посчитать в движении получится приращение силы направленное на вывод тела из равновесия вот луна бы на прямом притяжении никогда на орбите не держалась потому что берем разницу сил считаем и смотрим луна улетает либо падает на землю на прямом притяжении нет нет считали ускорение ускорение а если считать силы ускорение центробежное все друг друг компенсируют не 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 ну как не 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 когда абсолютно да полная безграмотная наивность вот поэтому наивность парализовала по этому поводу дайте я закончу дайте я закончу предложение один только ломоносов ваши рецензенты и вы другой точки зрения придерживаются эти материалы подробно в течение десятилетия проверяли все кто мог в открытом доступе в интернете были большие дебаты вы можете с этим ознакомиться уже все зубники сломали мы об этом отдельно поговорим сейчас я закончу мысль так вот равновесие луны невозможно потому что в системе возникает при единичном смещении силы направленные на вывод это вот идет тело по круговой орбите луна такая вокруг земли идет по круговой орбите и пушинка падает на луну и все и она сила нарастает на выброс луны за грамки системы разница между центробежной и центростремительной между гравитационной и когда пушинка упала на луну соответственно она внесла свой вклад в гравитационную силу вы слышали что я говорю да я слышал что вы говорили разница с учетом пушинки без пушинки запрещаете вас переспрашивать понятное дело без пушинки но тело не может находиться равновесие а для тех кто это без основательного утверждения это доказанное научными фактами утверждения всеми вычислениями формулами графиками вы можете вот вы просто в это не верите вот вы на уровне верю не верю мы это можем рассмотреть а в учебнике на этот счет написана одна большая фальсификация она называется переход потенциальной энергии в кинетическую вот это фальсификация равновесие описали переходом потенциальной энергии в кинетическую а смысл заключается в том что равновесие это не равенство энергии не равенство капусты или бубликов это равенство сил и считать надо силы так вот силы для равновесия посчитаны и там показано что нету никакого равенства сил есть именно превращение силы на выход что бы мы не считали это все все эти законы всемирного тяготения вполне себе работают в рамках солнышной системы в рамках динамики все работает и работает только у Катюшек это почему-то не работает может Катюшек не правильно считает работает через ускорение свободного падения а вы не знаете ускорение свободного тела свободного падения получено через прямое притяжение или приталкивание вы просто приняли на веру что раз Ньютон сказал мы веруем что сказал Ньютон прямое притяжение то есть вот если мы будем пользоваться ньютоновской механикой мы не сможем правильно вычислять орбиты планеты орбиты спутников я правильно вас понял? вы можете вычислять формула она получается 1 и для приталкивания охота и для да только у ньютона есть минус формуле без него яблоко на землю не падает она в космос дальнего улетает у нас есть закон кулона формула такая n направление вдоль вот этой r вот понимаете если вы вектор r делить на модуль r и тут минус вот вот смотрите если вы просто подошли к забору и умножили какую-то формулу на минус единицу и не можете сказать научным языком что это вы умножили на минус единицу эту формулу и такой мы умножили форму потому что там стоит радиус радиус вы сказали мы умножаем эту форту вот вы смотрите все понятно мы умножаем эту формулу дальше продолжать мы умножили же казались лицензентов сказать не скажете я закончу и скажу давайте заканчивать че уже время пришло нужно наелись да не достаток и наелись прослушаем вас усилия вот тогда слушайте сидите раз не на вы не верите вас перебивать не верите вас спрашивать но вообще-то говоря такой мы просто общение вы от него уклоняетесь нет нет просто вы следующей жизни вы неугодная для вас факты пытаетесь заболтать вы пытаетесь чтобы ваши слушатели ваши слушатели вы уводите в сторону разговор вам надо поболтать о чем угодно но не по сути что скажете по сути вы спросили про строение вселенной я вам рассказал какой системе отчета у нас скорость света постоянно я пытаюсь объяснить я вам рассказываю почему это происходит почему именно в этой системе средняя скорость света постоянно я пытаюсь это до рассказать друг друга две планеты марс и земля у них уменьшается расстояние или движется на к земле спутник да он движется к земле соответственно скорость прихода сигнала будет 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 меньше чем если он удаляется я правильно понял а частота при этом меняться не будет я правильно понял я продолжу или не можете ответить вот и вот земля вот спутник он движется к земле передает сигнал сигнал придет быстрее чем если он уходит назад и частота у него меняется или не меняется эффект доплера существует или не существует все-всего-всего поговорим это отдельной темы одежда вы прыгаете с вас вы забалтываете вы при не забалтывая вас прошу как экспериментально проверить вот вы берете свои вопросы записывать и мы потом разбирать и вот он предлагает способ спутник мы первым первый вопрос мы начали мы начали обсуждать скорость света в какой системе отчета на проверить вот да да я вам говорю физически сейчас я расскажу физические основания почему именно в этой системе мы вам верим вы теоретик мне не надо делать это не печатаете как проверить то что скорость света в любой системе постоянно вот я вам предложил дайте я закончу я расскажу почему заканчивайте побыстрее только а то я уже сбился с вашего пути да вы на него не встал и тугой вот есть представление наивных ученых о том что с тела по космосу летает просто так как им заблагорассудилась есть второе соображение что дела по космосу перемещаются в рамках силового равновесия если взять эту систему и проверить просто на уровне модельных ученых говорит что тела движутся как им заблагорассудитель что серьезно есть такие до уноситов нас говорю что тела движутся как хотят все говорили если вы движутся в силу того какие на них силы действуют уж вы чё-то вешаете на науку вы не понятно что скажите пожалуйста проверить скорость света в разных системах одинаково или нет может мы это в другую разговор другую тему а сейчас не сейчас и сейчас мы я продолжаю рассказывать вы хотели что скорость света только в одной системе постоянно в других она меняется вы это подтверждаете да я рассказываю почему сейчас секундочку но если например в земле движется спутник и да и передает сигнал этот сигнал к нам идет быстрее чем скорость света понимаете в чем дело нет давайте вы меня этими своими дрявыми капканами не ловите я просто хочу понять он бы быстрее движется понимаете сам собой если вы хотите беседовать со мной давайте я закончу мысль предыдущую так моя когда закончите вам долго еще и и заканчивать вы не хотите беседовать давайте закончим на сегодня есть ну давайте закончим хорошо спасибо публике спасибо ну во первых он понимание нет то человека по материалам которую дают то есть это вот его фразу что я читал я ознакомился он этого ничего не читал я ознакомился он грубо говоря удивляется он не знает вот этих вещей про равновесие не знает я ему говорю он в этом не верит он для него это действительно дико для его психики это разрушительно то что он преподавал недостоверную информацию в течение длительного срока надо даже мысли допустить не может но вместе с тем есть научные факты просто про которые он не знает вот представьте взять формулу тяготения и умножить на минус единицу потому что и сказать почему нет физических оснований для умножения на минус единицу вы можете наболтать любую ерунду так вот формула ньютона она без этого минуса она не работает яблока улетает вверх есть проверка на общее до до закона кулона и для тяготения одесса действующего тела пробного проводится радиус вектор это можете найти в интернете заняться посчитать так вот эта проверка должна быть действительно и для положительных зарядов и для отрицательных для одноименных тоже так вот гравитация то у нас одноименные заряды эта формула должна работать и минус это фальсификация минус тяготение по ньютону как раз и говорит что это не тяготение а приталкивание это обратная сила тяготения дальше по равновесию человек не знает про равновесие мы действительно в учебнике написано что равновесие объясняется переходом потенциальной энергии в кинетическую а равновесие это равенство сил это не переход ежиков из норки в норку это равенство сил мы берем равенство сил и считаем у нас есть одна сила есть вторая вот методика пожалуйста расчета ах у вас нет этой методики тогда мы сами берем и выводим эту методику вы вели все проверили методика корректная верно четко так вот по этой методике ребятушки извините в каждой точке на орбите в каждый момент силы действующие на луну такие что не заставляет луну уйти либо туда либо туда либо упасть на землю либо уйти в космос дальний и она не переходит на другую орбиту в этот момент она просто улетает в космос дальний потому что сила нарастает со временем а по равновесию сила должна возвращать или позволять это равновесие у них этого не получается они этот момент заболтали написали про переход энергии то есть сфальсифицированные материалы в учебниках и это прям совсем фальсифицированную это фальсификация когда вы подменяете предмет чего-то или подменяете объект подмены терминов это жульничество вот это вот жульничество на но творится в наших учебных пособиях фильм фильм равновесия на нашем канале там один раз посмотрите фильм равновесия вы в плане физики разобьетесь многократно вот то что вам дает высшее учебное заведение и вот этот фильм вот этот фильм даст вам больше удаст вам больше понимания вы сможете вы почувствуете себя специалистом по-другому себя почувствуете вы будете понимать вещи которые вот так вот смотрели и пытались запомнить вы их не понимали а вы их будете понимать потому что вся природа по полочкам описано и показано и вот этих вот безграмотности и жульничеству их много дальше по пункту ну во первых он занервничал когда дошло до этого до переход энергии сразу перескочил сразу начал другим грузить дальше по распределению материи в пространстве вот физики не говорят физики вообще об этом не знают они так такие глупые комментарии на эту тему пишут вот у нас все тела не могут не могут во вселенной отличным образом расположены они вот силами растолкнулись в определенное положение галактики в этой взвесе галактик растолкнулись и находятся и на макро уровне это равномерное заполнение если бы поменяем знак на плюсик то будет просто обвал это все не сможет функционировать но от элементарного представьте луна обращается вокруг земли земля обращается вокруг вокруг солнца солнце имеет свое место в галактике да галактика расположена в этом ковре а если по версии притяжения то у вас все должно быть продолжаться планетарно земля луна вокруг земли земля вокруг солнца солнце вокруг центра галактика должна тоже вокруг центра какого-то это же скопление материи она же не может просто так висеть она просто разрушается если у вас нет силового баланса она куда-то падает а у вас нет у этого центра и дальше если у вас там скопление галактик вокруг обращается это галактика то это скопление опять же должно вокруг чего-то обращаться иначе не сводится версия ньютона и так до бесконечности получается должно происходить а тут пардон конечный объект существует и нет вот невозможно технически что это будет продолжаться до бесконечности то есть безграмотность постепенно люди не могли сосредоточиться поверили в этом в ньютона вот эти карибушки которые заводи нам что-то помогает но потом эти карибушки ньютоновские не дали им возможности дальше физику развивать им потребовалась теория относительности тоже безграмотная теория и в результате сейчас все безграмота и теория ньютона безграмота и теория эйнштейна безграмотно а если физику построить от ломоносова вот вот от этого от этой исходной позиции то все все явления получают свое объяснение вот такие пироги ну печально мы разговаривали с человеком который ничего не хочет слышать которые переводят разговор в сторону ну ну голосуйте продолжать эти беседы или не продолжать всем добра с вами был виктор катюч и канал научный трибунал вот такие у нас дела в науке равновесие состояние покоя тело по отношению к другим телам равновесие имеет место когда все действующие на тело силы взаимно уравновешен на равновесие держится наша вселенная весь наш мир который мы знаем планеты спутники солнечная система галактики скопление галактика каждого там вашего тела все это держится на равновесие основных видов равновесия 3 слева на рисунке а изображено устойчивое равновесие шар в углублении центре на рисунке b изображено неустойчивое равновесие шар на возвышенность и справа на рисунке b изображено безразличное равновесие шар на плоскость устойчивое равновесие когда после малого отклонения от положения тела в системе возникают силы стремящиеся возвратить тело в состоянии равновесия равновесие не нарушается тело возвращается в положение равновесие отклонение от равновесия не возрастает со временем на схеме это наглядно видно если шар отклониться в сторону в системе возникнут силы именно силы стремящиеся вернуть шарик в исходное положение второй вид равновесия неустойчивое равновесие когда после малого отклонения положение тела равновесие нарушается тело не возвращается в положение равновесия отклонение от равновесия возрастает со временем и здесь на схеме это наглядно видно если шар отклонился в сторону в системе не возникнут силы стремящиеся вернуть шарик в исходное положение без различное равновесие когда после малого отклонение от исходного положения тело продолжает находиться в равновесии равновесия сохраняется в новой точке шар на плоскость здесь тоже все наглядно шар отклонился в сторону но продолжает находится в равновесии равновесия сохраняется в новой точке, в системе не возникают силы, стремящиеся вернуть шарик в исходное положение. То есть силы могут обеспечить телу как устойчивое равновесие, так и неустойчивое, и как частный случай безразличное равновесие. Рассмотрим подробнее. Определение равновесия – это основной и очень важный текст. Он передает основной смысл того, что во всем научном мире, уточню в научном, определяется как равновесие. Равновесие – состояние покоя тела по отношению к другим телам. Равновесие имеет место, когда все действующие на тело силы взаимно уравновешены. В самом определении надлежит сразу отметить и запомнить два ключевых момента. Первое, что уравновешены именно силы. ни движения, ни энергии, ни температура, ни массы, а именно силы. Второе, что надо запомнить – это то, что уравновешены именно все силы, а не половина или какая-либо часть силы. Как вы видите на данной анимации, у нас есть устойчивость равновесия вдоль по профилю, изображено через светящуюся подвижную точку. Но нет устойчивости равновесия поперёк профиля. В результате мы для данной конструкции не получаем устойчивого равновесия в комплексе. То есть в реальности никакого устойчивого равновесия для данной схемы не будет. Именно поэтому важно учитывать именно все силы и определение равновесия содержит прямое указание на учёт всех сил. То есть если мы установим шар на острие иглы и учтём силы только по одному направлению, на схеме обозначенной красными стрелками, то в плане устойчивости равновесия нам это ровным счётом ничего не даст. Потому что шар элементарно может упасть в любом другом направлении. Вывод однозначен. Устойчивость равновесия зависит именно от всех сил. И это научный факт. Ещё раз зафиксируем. Равновесие, состояние покоя тела по отношению к другим телам, равновесие имеет место, когда все действующие на тело силы взаимно уравновешены. То есть если вы открыли учебное пособие и в определении равновесия не указано, что речь идёт о всех силах приложенных к телу, то вы держите в руках безграмотный учебник, который согласно действующему законодательству вообще не должен быть допущен в систему образования. Вернёмся к определению равновесия и зафиксируем второй важный момент. Он звучит так. «Все действующие на тело силы взаимо уравновешены». Ключевое слово «силы». Почему важно запомнить, что уравновешены именно силы, а не что-либо другое? Потому что в рамках научного метода все формулировки имеют конкретный смысл. Они однозначны, логичны, определены и шли на раздельно. И если равновесие определено как равенство сил, то оно уже не может быть равенством чего бы то ни было другого, неважно чего. Поскольку подобное противоречит первому закону логики, сформулированному ещё Аристотелем «Иметь ни одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-либо одно». И всё, что не соответствует законам логики, то автоматически логики не являются научным продуктом. В рамках законов логики вы не можете дать двухсмысленное определение. Например, равновесие равенства сил и вот ещё запах ананасов или ещё переход энергии – это недопустимо. Вы должны выбрать что-либо одно – или запах ананасов, или равенство сил, или переход энергии. Иначе это опять же нарушение первого закона логики. Итого в сухом остатке. Равновесие не может быть равенством масс, не может быть равенством температур, движений, энергий или равенством возраста бабушек. Если вы напишите, что равновесие – это равенство движений или энергий, то с точки зрения логики это будет иметь смысл не больше, чем равновесие – это равенство вилков капусты. Так устроен научный метод. Если вас по какой-то причине не устраивает общепринятое определение равновесия и вы хотите определить равновесие через движение, энергию или температуру, то научный метод предусматривает и это. Но тогда вы должны сначала ввести соответствующий новый термин. Например, энерговесие, двиговесие, как угодно. И тогда уже дать определение этому понятию через соответственно энергию, движение и т.д. Иное в рамках научного метода недопустимо. Теперь давайте рассмотрим примеры устойчивого и неустойчивого равновесия. На данной анимации мы видим факторы равновесия. Первый фактор – это равновесие вдоль траектории движения. Обозначено через колебания зеленого шарика по профилю. Как вы видите, в случае с искривленной вогнутой траекторией в системе возникают силы, стремящиеся вернуть тележку в некую точку равновесия. И это дополнительно проорюстрировано через колебания зеленого шарика. И мы видим, что при изменении кривизны траектории силы уменьшаются и тележка, аналогично ей и шарик, прекращают свое движение. Второй фактор – равновесие поперек траектории движения. На схеме обозначено через красную ленту и колебания по ней синего шарика. Как наглядно показано, для поперечных колебаний возможны два совершенно разных сценария равновесия. В первом случае это равновесие устойчивое. Во втором случае равновесие неустойчивое и тележка падает с профиля, падает со своей траектории. И для данной схемы устойчивость равновесия определяется не равновесием вдоль траектории, обозначенной зеленым шариком на биржевой ленте, а равновесие поперек траектории обозначено синим шариком на красной ленте. Уточним, что во всех случаях опять же речь идет именно о силах, а не об энергии. Если же мы начнем рассматривать равновесие не через силы, а через энергию, как написано в безграмотных учебных пособиях, то на схеме этот переход энергии будет обозначаться зеленым шариком на биржевой ленте. Когда шарик поднимается вверх, увеличивается потенциальная энергия. Когда шарик идет вниз, потенциальная энергия переходит в кинетическую. Но мы видим, что в реальности равновесие не зависит от этих переходов энергии, потому как при вполне конкретных обстоятельствах равновесие может как совпадать с воображаемым переходом энергии, так и не совпадать. И мы видим это на анимациях. Равновесие нарушено, тележка упала, а переход энергии из потенциальной в кинетическую продолжается. И это конкретное доказательство факта безграмотности учебных пособий и вранья их составителей. Про зависимость равновесия от перехода энергии. И на этой анимации мы видим, что энергия замечательно переходит из потенциальной в кинетическую. Это показано на перемещении фантома тела. Но устойчивости равновесия нет. Нет равновесию никакого дела до этих фантазий об энергии. Аналогичная ситуация и с телом на орбите. Энергия может переходить из потенциальной в кинетическую, но с равновесием это никак не может быть связано. Далее, кроме основного разделения равновесия на устойчивое, неустойчивое и безразличное, равновесие можно разделить на контактное и бесконтактное, осуществляемое без непосредственного механического контакта, когда тела не соприкасаются своими поверхностями. Пример такого равновесия – планетарное равновесие. Теоретически, оно тоже может быть устойчивым, неустойчивым и безразличным. Прежде всего, давайте рассмотрим, чем контактные формы равновесия отличаются от бесконтактных. Основное отличие – это отсутствие непосредственного контакта между телами и передача воздействия через пространство, например, через поле. Что в связи с этим необходимо знать? Необходимо знать, как это воздействие в пространстве передается. А передается оно вполне строгим природным способом. Механизм передачи любого воздействия в природе обусловлен вполне конкретным фактором – действительной геометрии пространства. Рассмотрим подробно. Если мы расположим в пространстве некий единичный источник воздействия и ничем его не ограничим, то распространяться это воздействие будет равномерно во все стороны. Причем с увеличением расстояния интенсивность этого воздействия будет уменьшаться. И сложного здесь ничего нет. Количественно и формульно это распределение воздействия на внутреннюю поверхность расширяющейся сферы. То есть, если мы окружим наш единичный источник воздействия некой сферой, то с расширением этой сферы ее площадь будет увеличиваться и следовательно будет уменьшаться доля воздействия выпадающая на единицу площади этой сферы. Причем природа воздействия здесь не важна. Без разницы будете ли вы бомбардировать сферу изнутри частицами или будете заполнять сферу водой на дне океана или будете воздействовать изнутри поля. Определяющим здесь является не тип воздействия, а объемность пространства, то как расширяется в пространстве сфера. Формульно это обозначается через площадь поверхности сферы и выглядит следующим образом. Рабочая часть формулы здесь непосредственно r-квадрат, поскольку 4π это по сути константа. А поскольку речь идет о рассеивании единичного воздействия на поверхность сферы, то мы имеем единицу деленную на площадь поверхности сферы, то есть r-квадрат работает в нижней части уравнения. Работая в таких универсальных формулах, как закон Кулона, закон Тяготения. То есть данное распределение воздействия соответствует приведенному графику. На графике динамика выглядит следующим образом. Если мы расширяем сферу, воздействия на ее внутреннюю поверхность, а значит и конечная сила, уменьшаются. И это видно на графике. Движение вправо соответствует расширению сферы, удалению от источника воздействия. Как бы далеко мы нашу сферу не раздвигали, сила будет с удалением только уменьшаться, стремится к нулю, но никогда через этот ноль не перейдет и не обнулится. Если же мы сферу будем сжимать, то сила наоборот увеличится. Увеличиваться будет до бесконечности. На данном графике направленность стрелки вверх соответствует силам отталкивания, а при притяжении стрелка должна быть направлена вниз. Этот график универсален, он действителен как для закона тяготения, как для закона кулона, так и для подавляющего большинства воздействий в этом мире. Этот же график может быть представлен и в таком виде. Насколько вы можете заметить, левая часть графика отличается. Она скруглена и опускается вниз. Какой это имеет физический смысл? А смысл следующий. Когда тело приближается из космоса к Земле, то массы Земли относительно тела перестают быть в одной удаленной точке. Часть масс по мере приближения расходится в стороны и уже находится справа и слева, и это требует учёта на графике. Если движение продолжить вглубь Земли, то часть масс относительно тела уже выйдет в тыл, окажется сзади, и это уменьшит результирующую силу тяготения. И в центре Земли сила тяготения вообще сведётся к нулю, что собственно и отражено на данном графике в левой его части. И мы видим, что на пересечении осей сила тяготения сведена к нулю. Идём далее. Фундаментально сила в пространстве может быть либо силой притяжения, либо силой отталкивания. Других вариантов нет. При этом силы отталкивания в пространственной схеме могут образовывать силы приталкивания, когда внешне всё выглядит как на прямом притяжении, но на самом деле это приталкивание извне. Такая ситуация складывается, когда в заполненном телами пространстве все тела, даже находящие на значительном удалении друг от друга, отталкивают. И это в конечном итоге приводит к тому, что малые тела устремляются на более крупные и мы получаем полную видимость притяжения. Представить это себе наглядно можно на примере. Если подвесить стальное ядро внутри прозрачной сферы на нескольких равномерно распределённых пружинах, мы визуально не сможем определить сжатые пружины или растянутые. Мы можем перемещать сферу, трясти, ронять, но по внешним проявлениям мы не сможем определить, что работает внутри сферы на самом деле. Притяжение или отталкивание, сжатые пружины или растянутые. Точно так же и с гравитацией. Невозможно определить визуально, чем обеспечено падение яблока на Землю. Обусловлено ли оно силами приталкивания извне или силами притяжения, воздействующими напрямую от Земли. И мы не можем это выяснить ни с помощью ни одного гравитационного эксперимента, потому как мы не можем вынести эксперимент из области, окружённой другими телами. У нас любая область во Вселенной окружена планетами, звёздами и галактиками. Поэтому данные задачи решаются на экспериментах с подтверждённой направленностью сил негравитационной природы. Т.е. берутся силы притяжения и отталкивания подтверждённой природы и ставятся эксперименты. И эти эксперименты дают полную ясность, что науке известно о притяжении и отталкивании. Возьмём пару магнитов, рассмотрим как они действуют на притяжении и на отталкивании. На отталкивании мы наблюдаем устойчивое равновесие. На притяжении равновесия не достигается при любом количестве попыток. Просмотрим другие схемы. Потоки воздуха. Мы точно знаем куда они направлены. В направленности потоков воздуха сомнений нет. Как видно на анимации равновесие достигается только на отталкивании. На притяжении устойчивое равновесие не достигается. Здесь надлежит отметить очень важный момент. За всё время развития человеческой цивилизации не удалось построить ни одного устройства, обеспечивающее устойчивое планетарное равновесие на подтверждённых силах притяжения. Практика показала, что это невозможно. Экспериментально недостижимо ни при каких условиях. С практикой ясно. Давайте рассмотрим, что в теории. И в теории планетарное равновесие на притяжении невозможно ни при каких условиях. Ведём понятие гравитационный магнит. Условно принятая плоскость бесконечной площади, оказывающая постоянное равномерное гравитационное воздействие заданной величины. Смоделируем ситуацию, расположим гравитационные магниты параллельно друг к другу. Зададим гравитационным магнитом силу притяжения. Нам известно, как изменяется сила. Тело движется поступательно между магнитом. Любое воздействие либо смещение выводит систему из равновесия. От любого приложения силы получается смещение рассматриваемого тела. Изменяется расстояние до магнита. При изменении расстояния увеличивается сила. Процесс ускоряющийся. Такое равновесие практически невозможно. Если мы построим графики для совокупных сил от обоих магнитов, то выглядеть это будет следующим образом. Обе силы утягивают шаг из центра. Состояние устойчивого равновесия не является возможным для тела находящегося под воздействием сил притяжения. Посмотрим, как та же схема работает при отталкивании. Тело движется поступательно направленно. Направленное воздействие не выводит систему из равновесия. От приложения силы получается смещение, навстречу смещению мы наблюдаем приращение силы со стороны магнита, обе силы толкают шаг в центр. В планетарной схеме аналогично. Рассмотрим версию на силах притяжения. Тело движется между магнитов, любое воздействие, любое смещение, отклонение выводит систему из равновесия. От любого приложения силы получается смещение рассматриваемого тела, изменяется расстояние до магнита, при изменении расстояния увеличивается сила. Процесс ускоряющийся. Такое равновесие практически недостижимо, невозможно. Обе силы утягивают шар из центра. Состояние устойчивого планетарного равновесия не является возможным для тела, находящегося под воздействием сил притяжения. Посмотрим, как та же схема работает при отталкивании. Тело движется. Направленное воздействие не выводит систему из равновесия. От приложения сил получается смещение. Навстречу смещению мы наблюдаем приращение силы со стороны магнита. Обе силы толкают шар в центр. Рассмотрим планетарное равновесие подробно. Определение. Планетарное равновесие – состояние относительного покоя центра масс тела по отношению к центру масс другого тела в системе отчета, связанной с центрами масс обоих тел. Планетарное равновесие имеет место, когда все действующие силы взаимо уравновешены. Планетарное устойчивое равновесие – когда после малого отклонения от положения тела равновесие не нарушается, тело возвращается в положение равновесия, а отклонение от равновесия не возрастает со временем. Примерами устойчивого планетарного равновесия являются тела небесной механики. Планетарное неустойчивое равновесие – когда после малого отклонения от положения тела равновесие нарушается, тело не возвращается в положение равновесия, а отклонение Планет равновесия возрастает со временем. Примером неустойчивого планетарного равновесия является движение стального шарика по горизонтальной плоскости вокруг постоянного магнита. Относительный покой тела. Состояние покоя относительно избранной системы отчёта подразумевает возможное изменение геометрического расстояния между центрами масс обоих тел, связанное с продвижением тела по траектории орбиты. То есть тело движется по орбите, при этом расстояние до центра вращения может изменяться. Первый тип отклонения тела, когда отклонение тела связано с воздействием внешних сил. Камень упал на спутник и его отклонит. Второй тип отклонения, когда отклонение тела связано с продвижением тела по траектории орбиты не круговой орбиты. Если орбита не круговая, то при движении тела по ней происходит цикличное отклонение. Тело то приближается к центру, то отдаляется от него. Применительно к обсуждаемой теме небесная механика. Речь идет о планетарном устойчивом равновесии, при котором любые отклонения тела не вызывают нарушения состояния планетарного равновесия. Сила как фактор определяющий равновесие. У вас есть два материальных объекта расположенных в пространстве. Как им находиться на расстоянии друг от друга? Для этого нужны силы. Между объектами силы уже есть. Эти силы могут быть либо силами отталкивания, либо силами приталкивания, либо притяжением. На отталкивании все понятно. Объекты оттолкнулись друг от друга, не падают. А как обеспечить равновесие на притяжении? Объекты стремятся друг к другу. Фундаментальное равновесие тела на орбите может быть обеспечено только соотношением сил тяготения и центробежной силы. Для спутника сила тяготения, как мы знаем, направлена условно к земле, а центробежная от земли от центра вращения. Практически две встречно направленные силы. Силовое состояние спутника на орбите может быть устойчивым равновесием, а может быть неустойчивым равновесием. Это в различных моделях Вселенной. Чтобы силовое состояние спутника было устойчивым, необходимо, чтобы при единичном смещении возникали силы, стремящие возвратить систему в состояние равновесия. Возвратить спутник в состояние равновесия. Рассмотрим силы, приложенные к спутнику. Рассмотрим графики изменения силы тяготения и силы центробежной от расстояния. Сейчас мы видим график силы тяготения. Это график единица делённая на r квадрат. r – это расстояние от спутника до земли. На графике вертикально по оси обозначается количественное значение силы тяготения. А по горизонтальной оси на графике обозначается расстояние удаления от центра земли. В единичном пересечении горизонтальных и вертикальных делений обозначено тело. Это точка равновесия. Вниз от тела красной стрелкой обозначена сила тяготения. Ситуация соответствует действию силы тяготения на спутник, находящийся на орбите. Поймём как эта сила изменяется. Зададим единичное смещение, приблизим спутник к Земле. Вы видите, шар перемещен влево, ближе к оси. Расстояние до земли уменьшилось. Как это повлияло на силу? Протлим линию от шара вверх до графика и найдём точку пересечения. Расстояние от этой точки до горизонтальной оси будет соответствовать значению силы тяготения. На схеме это значение вынесено черной стрелкой. Как мы видим при приближении спутника к Земле, сила тяготения увеличилась. И увеличилась на вполне конкретное значение, обозначенное черной стрелкой. Т.е. мы можем чётко и внятно отслеживать изменение силы тяготения, обеспечивающее равновесие. Рассмотрим то же самое смещение для центробежной силы. Для центробежной силы график выглядит как единица, делённая на r. График центробежной силы внешне похож на график силы тяготения, но несколько отличается своим прогибом. Это график единицы, делённая на r. Как вы видите на схеме, центробежная сила направлена вверх от Земли, и идентичное первому случаю смещение тела в сторону Земли даёт меньшее приращение центробежной силы. Зелёная стрелочка количественно визуально меньше черной стрелки, которую мы видели на предыдущей схеме. Взглянем на неё ещё раз и сравним. Теперь совместим обе схемы, оба графика и объединим приращение сил центробежной и тяготения. На схеме центробежная сила обозначена зелёной стрелкой, и мы видим, что она количественно меньше силы тяготения, обозначенная красной стрелкой. Разница сил обозначена на схеме в виде стрелки тёмно-синего цвета, и мы видим, куда она направлена. Собственно, эта разница сил, это превращение, это суммарная сила направлена вниз к Земле и препятствует устойчивости равновесия. Т.е. вместо устойчивого равновесия, когда после малого отклонения от положения тела в системе возникают силы стремящиеся возвратить тело в состояние равновесия, Мы имеем неустойчивое равновесие, когда после малого отклонения от положения тела равновесие нарушается, тело не возвращается в положение равновесия, отклонение от равновесия возрастает со временем. И вывод здесь однозначен. Планетарное равновесие на силах притяжения невозможен. Это, собственно, то, о чем говорил Ломоносов, когда высмеивал тяготение по Ньютону, что документально засвидетельствовало в письме Леонарду Эллеру от 5 июля 1748 года. Содержание данного документа известно в научной общественности и находится в свободном доступе. Цитата. Таким образом, или чистое притяжение не существует в природе, или не является нелепостью, я принимаю первое. А второе предоставляю тем, кто рад чуть ли не все явления объяснить одним единственным словом. Итак, поскольку никакое чистое притяжение не может существовать, то отсюда следует, что тяготение ощутимых тел проистекает от толчка. Конец цитаты. Источник научной библиотеки МГУ имени Ломоносова. Далее, рассмотрим устойчивость орбиты наглядно. Источник в поле установлен на горизонтальную плоскость. Отметим на плоскости воображаемую устойчивую орбиту. Уменьшим силу трения путем создания вакуума. Для остального шарика массы М, согласно заданного радиуса, можно рассчитать требуемую для равновесия скорость. Таким образом, мы получим теоретически предполагаемую орбиту по круговой версии. Таким же образом, мы можем отметить эллиптическую орбиту. Форма обоих орбит предполагает равенство сил, приложенных к телу. Но не учитывая, будет ли это равенство устойчивым или неустойчивым. Ранее мы зафиксировали, что важны все силы. Не только повдоль воображаемой траектории движения, но и поперек. И если сил требуемой направленности не будет, то воображаемая траектория, воображаемая орбита, не только не совпадет с траекторией реальной, но и вообще не будет никакой орбиты, а будет потеря равновесия. Иными словами, для одной и той же формы, воображаемая расчетная орбита может быть как устойчивой, так и неустойчивой. И важно запомнить еще один момент. Если невозможно равновесие в точке, то и на пути, состоящем из таких точек, равновесие тоже невозможно. Как прирастают силы, нам известно. Давайте проиллюстрируем это изменение сил в более наглядной геометрической форме. Если рассматривать изменение сил по версии комплексного отталкивания, приталкивания, то изменение сил приложенных к телу будет соответствовать положению тела в силовом коридоре, условный аналог которого представлен в виде желоба на анимации. Изменение сил в силовом контуре дополнительно проиллюстрировано через перемещение сил синего шарика по красной ленте. Равновесие поперек орбиты. Именно этот фактор для равновесия самый важный, поскольку именно он представляет, определяет приближение и удаление тел друг к другу. Для данной схемы силовой аналог версии приталкивания мы располагаем устойчивым планетарным равновесием и тело на орбите может находиться продолжительное время. Если мы рассмотрим версию прямого притяжения, то изменение сил приложенных к телу будет соответствовать положению тела не в силовой яме, а наоборот на возвышенности. Условный аналог которой наглядно представлен в виде соответствующего возвышающегося профиля на анимации. Изменение сил в данном случае также проиллюстрировано через перемещение синего шарика по красной ленте. Для данной схемы мы не можем получить устойчивое планетарное равновесие и тело на орбите не может находиться в принципе. Обратите внимание, что устойчивости равновесия поперек орбите на силах прямого притяжения нет, а воображаемый переход энергии из потенциальную в кинетическую имеет место быть. Изображено посредством зеленого шарика на бежевой ленте. То есть мы конкретно видим, что и в планетарном виде устойчивость равновесия не зависит от энергии. Это очевидный факт. И не может устойчивость равновесия зависеть от энергии даже гипотетически. Нет никакой логической связи. Да, воображаемый переход энергии может совпадать, либо не совпадать с равновесием. Декларировать какую-то прямую зависимость так же нелогично, как утверждать, что раз у коня два глаза, то у слона должно быть два уха. Да, количество глаз коня действительно равно количеству ушей слона, но причина следственной связи между первым и вторым нет. Так же, как ее нет между энергией и равновесием. Мы же не утверждаем, например, что корова произошла от сыра. Так же и с энергией. Логическая цепочка работает только в одну сторону. Есть поле, например, поле земли. Оно оказывает воздействие на тело. В результате воздействия на тело образуются силы. В результате действия сил тело получает движение. Из-за того, что воздействие поля постоянно, получается нарастающее ускорение. И в этой схеме, если рассматривать тело отдельно, то можно говорить о кинетической энергии. Утверждать обратную логическую цепочку, утверждать, что внешнее поле может каким-нибудь образом зависеть от кинетической энергии движущегося тела, это все равно, что утверждать, будто корова произошла от сыра. Кинетическая энергия сама по себе не может порождать ускорение тела. А движение тела не может порождать то внешнее поле, которое обеспечило это самое движение. Так же, как приближение яблока не может породить поле земли. Поле земли определяется массой земли, а не приближением к ней яблока. Сначала курочка, потом следы на песочке. Не происходят курочки из следов, ими самими же на песочке оставлены. Не могут они происходить из этих следов. Это лженаучно. Это нарушение логинки. Далее, запускаем шарик по орбите. Проводим эксперимент со всеми возможными скоростями, со всеми прикидками на трение. Орбитальное движение не наблюдается даже в кратковременной форме. В данной системе нет сил, создающих устойчивость шарика на расчетно-устойчивой орбите. Это и есть пример планетарного движения на неустойчивом равновесии. Наглядно видно, что переход на другую устойчивую орбиту не осуществляется, и никакое движение по любой орбите невозможно. Мы знаем, что Луна движется по орбите. По версии прямого притяжения это невозможно, равно как и орбита в целом. Орбита может быть устойчива в плане равновесия самого тела только на отталкивании. И мы это уже доказали экспериментом для частного случая о равновесиях, равновесиях в точке. А раз в системе, построенной на силах притяжения нет равновесия в отдельной точке, то устойчивого равновесия нет и на линии, состоящей из таких неустойчивых точек. Равновесие это равенство сил. Вот оно, перед вами это равенство сил. Именно это и есть планетарное равновесие, а не что-либо другое. Если вам вместо равенства сил подсовывают что-либо другое, например, вот такой переход энергии, вас обманывают. Из графиков равенства сил однозначно следует, что если бы действительно наблюдаемая картина мира была построена на законе тяготения по версии притяжения, то никакой планетарности не было бы в принципе. Превращение силы направлено строго в противоположную сторону от требуемого. Тело на таких превращениях силы удержаться в планетарном режиме не может и при любом отличном от нуля смещении должно покинуть орбиту, причем не только исходную, но и все остальные теоретически предполагаемые. Луны бы не было, Земли бы не было, если бы наш мир действительно был построен по Ньютону. Далее, давайте рассмотрим внутреннее взаимодействие в телах. Разместим в пространстве два объекта, имеющих массу. Массы, как мы знаем, тяготеют друг к другу. Приблизим объекты друг к другу до прямого механического контакта. Равновесие достигнуто. Все массы находятся на постоянном расстоянии друг от друга. Все силы уравновешены. Если мы рассмотрим силы в зоне контакта двух тел, то ситуация будет следующая. Чем ближе массы друг к другу, тем больше силы. И нарастать они могут до бесконечности. Близь лежащие единичные массы могут быть в отношении друг друга как в устойчивом равновесии, так и не в устойчивом. Ситуация аналогична взаимодействию магнитов. И это опять же зависит от изменения сил. Как изменяется сила, мы прекрасно знаем. Равновесие на отталкивании устойчиво. Единичные массы находятся друг от друга на удалении. Равновесие на притяжении неустойчиво. И любые единичные массы устремляются друг к другу. И по мере приближения сила может нарастать до бесконечности. Для нашего мира это бы обозначало следующее. Представили грузчики на складе два листа железа друг к другу и отделить их друг от друга оторвать уже невозможно. Листы стали единым куском металла. Более того, если бы мы соединили два пальца, то они бы слиплись воедино и разрывать пришлось бы по-живому. И разорвать бы мы тоже не смогли ни пальцы, ни даже каплю воды, потому что внутренние силы в ней нарастали бы до бесконечности. Но и это было бы уже неважно, потому что Луна бы стремительно падала на Землю, а Земля на Солнце. Но и это бы было уже неважно, потому что вся Вселенная на сверхскоростях обрушилась бы в одну точку. Но и это бы было уже неважно, потому что во Вселенной построенной на притяжении внутри каждого атома тоже нет равновесия. А значит никаких атомов уже нет. Они обрушили сами в себя в одну непрерывную сингулярность и все везде превратилась в сингулярность. Вот такой он безумный мир по Ньютону, когда нет равновесия ни в планетарном масштабе, ни во Вселенском, ни на атомном уровне. Поясним подробнее, почему внутренние связи тела здесь не могут создать равновесие. потому что гравитационное воздействие на порядке сильнее всех остальных взаимодействий, включая электромагнитные. По одной простой причине. Потому что базовое гравитационное поле по своей напряженности не сопоставимо мощнее всех типов взаимодействия. Мощнее всего, что есть в нашей Вселенной. И перекрывает оно всю Вселенную без остатка и ни в одной свободной от гравитации зоны во Вселенной нет. И понять это совершенно несложно. Если мы возьмем одно из крупнейших гравитирующих тел во Вселенной и определим возле его поверхности частную гравитационную напряженность ее можно представить в конечном виде через силу утяготения эта сила будет колоссальной. Но и это колоссальное значение будет значительно меньше базовой напряженности Вселенского гравитационного поля обозначено на схеме синими стрелками с делением и соответствует двустречно направленным векторам базового гравитационного поля. В любой точке пространства есть эта базовая гравитационная напряженность. Если мы сравним эту напряженность с силами от меньших объектов, сравним силами от Солнца, сравним с силами от Земли, то разница будет говорить сама за себя. И понять силовой аспект этого можно все на том же графике тяготения, он же график распределения воздействия на расширяющую сферу, который однозначно показывает, что как бы мы далеко нашу сферу не раздвигали, сила будет с удалением только уменьшаться, стремиться к нулю, но никогда через этот ноль не перейдет и не обнулиться. То есть каждая удаленная планета, звезда, галактика, скопление галактики вносит свой вклад в напряженность базового гравитационного поля. И хотя тела удалены от нас на безбрежное расстояние, но их суммарное количество, даже при минимальном стремящемся к нулю силовом вкладе каждого, совокупно дает такие силы, которые обеспечивают все физические процессы, включая ядерные или электромагнитные. А теперь давайте на минуту забудем, что даже два тела на предвижении уравновесить невозможно. Пусть некое высшее вмешательство защитит систему даже от мелких колебаний и тем самым обеспечит нам на притяжении планетарное равновесие для двух тел. Но и тогда это равновесие держаться не сможет и обвалится введение в систему любого третьего тела. Третье тело оно ведь тоже создает силы, и эти силы перемещаются вместе с телом. И любое ненулевое воздействие от этого тела обрушивает равновесие двух первых тел. Закроем мы на это глаза. Пусть высшее вмешательство обеспечит нам планетарное равновесие для множества тел. Но и этот сценарий несостоятельен. Потому что мы не можем закрутить вокруг единого центра всю Вселенную. А если ее не закрутим, то не будет центробежных сил, и Вселенная обрушится. Любое тело, не вовлеченное в эту единую планетарность, обрушит всю эту воображаемую Вселенную. Кроме того, единая планетарность не соответствует наблюдению, ее нет в природе. У нас же во Вселенной множество планетарных систем, они одна, и это научный факт. Давайте на наглядных примерах рассмотрим равновесие системы в комплексе. Расположим магниты на плоскости. Зададим сдерживающие силы. Уберем сдерживающие силы. Результат один, и он очевиден. Магниты устремляются друг к другу. Для нашей Вселенной, построенной якобы на притяжении, это означало бы лавинообразный процесс образования макротела. То есть не было бы на притяжении ни планет, ни звезд, ничего. Один лавинообразный процесс вселенского схлопывания с выходом на сверхсветовые скорости. При этом никакие планетарные системы даже не успели бы образоваться, не говоря уже обо всем остальном. Жизнь и так далее. Вот такой безумный мир по ньютам. Что об этом думает Российская Академия Наук? Ведь если лженаука преподается в вузах, это неправильно. И даже более того, это нарушение закона об образовании. В Российской Академии Наук есть специальная комиссия, которая призвана бороться с лженаукой на всех уровнях. Вот что пишет по этому поводу член этой комиссии по борьбе с лженаукой Академик Александров Евгений Борисович. Текст объемный, две страницы, к сожалению, без какой-либо аргументации. Приведу к выдержке, передающей основную суть. Дословно Мне понадобилось около двух недель для чтения и обдумывания. Ответ Нет Большими буквами с восклицательным знаком. Вопрос А нельзя ли более детально? Ответ Можно Более детальный ответ Нет 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 Большими буквами с восклицательным знаком. Да я не являюсь специалистом по теории гравитации. Вот такой интересный комментарий. А теперь давайте рассмотрим какие вопросы поднимались и в чем не является специалистом Александров Евгений Борисович Академик РАН Член комиссии по борьбе со лженолукой. Вся сложность вопроса сводится к элементарному сложению двух сил. А складывать силы по умолчанию должен уметь любой абитуриент. Здесь целый академик РАН заведующий лабораторией физико-технического института имени Йофи член президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН заявляет, что он не специалист. Теперь давайте поймем ситуацию в целом. То, как она касается вас лично. В учебных пособиях достоверной информации нет по самым важным и ключевым темам, в том числе по равновесию. Вместо этого преподается несостоятельный бред. Специалисты физики регулярно выпускаются из вузов. Может ли человек, не разбирающийся в равновесии, разбираться, например, в космологии, практически в науке о равновесии во Вселенной? Возможно ли вообще построить вразумительную космологическую теорию, проигнорировав равновесие? Невозможно. Теория не будет адекватной. И современная космология действительно не верна как в целом, так и в частности. В современном виде космология представляет из себя сгусток нефильтрованного бреда, кротовые норы, темная энергия, червоточины. И такая ситуация не только в космологии, но и во многих разделах физики. И современных лжеученых такое положение дел устраивает. То есть за деньги налогоплательщиков плодится армия шарлатанов, докторов невежественных наук. И вы, ваши дети и внуки будете вынуждены их кормить. Но это еще полбеды. За ваши налоги вашим же детям и в школах и вузах постоянно дают недостоверную информацию, прививают безграмотность, лишают возможности адекватно мыслить. По сути, это способ превращать ваших детей в неспособное думать быдло. И делать это они собираются неограниченно долгое время. Как с этим совсем бороться? Не оставаться равнодушным к происходящему. Распространять информацию всеми доступными способами. Когда проблема перестает замалчиваться, тогда и находится решение проблемы. Обсудите эту информацию в интернете. Люди имеют право знать, что происходит. Это наша жизнь. С вами был Виктор Катючек. Иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякое возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек. Телеканал Научный Трибунал. Субтитры lectал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»